Сегодня правительство решило на два года обнулить экспортную пошлину на пшеницу. Зерновой рынок, считает Дмитрий Медведев, получит таким образом дополнительный стимул. Премьер-министр заявил об этом в Астрахани, где сегодня он встречался с аграриями. Несмотря на то, что Астраханский край плодородный, в магазинах там глава правительства почти не обнаружил местных товаров. И Носипову передает. Так, ну у нас тут накрыто, даже окрошка стоит. Окрошка, пироги, малины астраханские крестьяне, прежде чем говорить о делах, решили накормить своей продукцией. Прямо в поле, рядом с деревней Татарская Башмаковка. Здесь сейчас полным ходом идут уборочные работы, как и по всей стране. Урожай в этом году ожидается беспрецедентный, сказал глава правительства Дмитрий Медведев. Зерна по стране намерены собрать до 110 миллионов тонн. Россия сейчас не только полностью обеспечивает себя зерновыми, но и наращивает экспорт. Важно и собрать урожай, и сохранить, дал понять премьер-министр. Сельское хозяйство – та отрасль, на поддержку которой государство не будет экономить даже в непростые времена. Мы, напомню, за последнее время поддержку сельской жизни и сельскохозяйственной отрасли существенно нарастили. В настоящий момент только в этом году из федерального бюджета выделяется на сельское хозяйство 214 миллиардов рублей. Хочу вам еще раз подтвердить, сказать о том, что мы и в следующем году не планируем снижать объемы поддержки, даже несмотря на то, что бюджет очень непросто формируется. Только в этой отрасли можно получить льготные кредиты на модернизацию хозяйств под 5%. Еще есть гранты на развитие. В правительстве осознают, что обеспечить страну урожаем непросто. Астраханская область – в стройке лидеров среди аграриев. Но система миллиарации, возведенная в советское время, разрушена и сейчас заново восстанавливается. Государство вкладывает в это миллиарды. Курс на импортозамещение и эмбарго на поставки продукции из нескольких стран аграриям, конечно, в помощь. Астраханские фермеры намерены и дальше бороться за расширение рынка сбыта. Нам бы очень хотелось попробовать поторговать в Сибири и на Дальнем Востоке. Сейчас там орудует КНР, Китай и Казахстан. Орудует? Молодец. Орудует. Разговаривал с сибиряками. Они говорят, что китайский лук невозможно есть выращенный на химии. Буквально он там две недели лежит и портится. Мы можем все забить овощами. Мы вообще сами готовы накормить Сибирь и Дальний Восток. Дмитрий Медеев пообещал рассмотреть. Льготные тарифы для привозки овощей и фруктов. Сейчас такие льготы есть для поставщиков зерна. Астраханские помидоры, конечно, лучше китайские. Тут же полевая выставка сельхоз достижений одного крестьянского хозяйства. Но здесь только овощи. Помидоры несколько сортов. Баклажаны разные виды. Я такие даже не видел никогда. Сладкие перцы. Все это не только красиво, но и пахнет вкусно. По дороге на совещание с регионами Дмитрий Медведев внезапно заглянул в сельский магазин и заметил, что местной продукции все-таки немного. Помощь аграриям, сказал он позже, это вопрос государственной безопасности. Поддержка и кредиты должны доходить до села оперативно. Будем продолжать программу поддержки молодых семей для специалистов, потому что это очень важно, чтобы на селе были специалисты и в аграрном деле, ну и, конечно, врачи, учителя. Будем продолжать поддержку школ. Но село – это не только поля и фермы. Это прежде всего люди. Поэтому государство закупает сейчас школьные автобусы. Машины скорой помощи развивают программу «Земский доктор». На федеральные деньги намерены построить и сети современных домов культуры, чтобы на селе были условия не только работать, но и отдыхать.